Сначала наденьте маску на себя, а затем на своего ребенка. Вы слушаете подкаст «Ничего нового» и, наверное, пока что это самое необычное место Откуда я вообще веду запись? Все дело в том, что прямо сейчас я стою ногами по колено в Красном море И даже можно слышать шум волн Это не интершум, который наложен на монтаже Все действительно так Надеюсь, что вам комфортно слушать И этот вас интершум не задолбет за этот выпуск подкаста Подкаст выходит не как обычно, по вторникам, раз в две недели Причиной этому стала моя поездка в Египет Я решил поделиться своими впечатлениями Все же, проведя здесь достаточное количество дней Сейчас уже на исходе шестой Вот, потому что если бы я вышел во вторник Ну, что бы я вам рассказал? О том, как я сходил на массаж, не рассказал бы О том, как мы съездили на сафари, не рассказал бы В общем, то, что выходим теперь, я думаю, небольшая проблема для всех Особенно для меня Я провожу свой отпуск в этой прекрасной африканской стране Что достаточно для меня, на самом деле, непривычно Потому что я вообще долгое время был тем человеком, который в значительной степени Ну, если не презирает, то осуждает отдых в Египте Потому что с того момента, как еще в школе, наверное Я узнал, что в Египте с 1981 года военное положение Я думал, блин, как вообще можно отдыхать в стране, в которой военное положение Но 2020 год, я уже совсем другой человек Не то, чтобы я сильно изменился Да, черт возьми, конечно, я сильно изменился Но я очень захотел отдохнуть Хотя мне казалось еще летом, что можно в этом году как-то и без отпуска провести время Выезжая куда-нибудь на выходных Или там еще как-то хорошо проводя вечера Но в октябре мне стало очевидно, что очень нужно Сначала позаботиться о себе А затем уже о своих близких и о своей стране И поэтому я решил, что необходимо обязательно сменить картинку Отвлечься от интернета, отвлечься от соцсетей И провести хотя бы недельку где-то вдалеке от Беларуси Да, поэтому я нахожусь в 3000 километрах от дома И, конечно же, не последнюю роль здесь еще и сыграла ковидла проклятая Которая очень сильно скорректировала вообще возможности людей отдыхать Для беларусов всего несколько стран С хорошим пляжным отдыхом остались доступными И как раз к концу октября единственное место, где прям нормальная жара, хорошее море Это, собственно, Египет и Красное море Я, конечно, тут же принялся читать Смотреть, что там вообще говорят Что там вообще происходит Какие вообще отзывы об этом всем Ну, довольно все... Довольно все по-разному И даже какого-то впечатления сложить очень сложно Вот сейчас можно будет услышать, наверное, как пролетает мимо самолет Чей-то, кстати, приватный джет Он летел со стороны вот Юго-Востока Со стороны Абу-Даби И он здесь заходит на посадку в аэропорту Хургады Прямо вот здесь вот у нас находится место, где они как раз заходят на посадку Так вот, собственно, никакие отзывы, никакие видеообзоры, в принципе, не дадут полной картины Я подумал, ну, как бы, что бы ни было, все равно нужно ехать Нужно смотреть Нужно отдыхать Море будет, еда будет Поспать где будет А в дальнейшем прорвемся Ну, конечно же, мне хотелось какого-то комфорта И поэтому я выбирал отели Кстати, разговаривал с тремя турагентами И вот тоже интересная такая штука Наверное, у турагентов сейчас работы не так уж и много Все-таки ковидло накладывает свой отпечаток Но из трех турагентов, кому я забрасывал удочки Оказалось, что лучший вариант и самая отзывчивая и самая прям оперативная девушка Аня Подписчица Из твиттера Мы там познакомились Она очень быстро откликнулась на мой призыв, на мои вопросы Мы очень быстренько списались, быстренько договорились И она довольно быстро и качественно все прям провела как надо Без лишних вообще вопросов И, в общем, наверное, вся организация выезда заняла где-то, наверное, ну, пару дней То есть отправить себя на отдых довольно быстро можно Если у тебя есть деньги И поэтому буквально через неделю, как мы все оплатили Мы отправились в Хургад В Хургаде, конечно, я ждал такого все-таки какого-то более Ну, как сказать Ну, такого действительно туристического города И он и есть по факту, да Здесь 250 отелей Вообще все дела, все классно Но Все такое Вы знаете, есть ощущение, что, конечно, это такая довольно закрытая страна Здесь сделали пару туристических зон, где могут отдохнуть люди И даже они могут выйти из отеля и куда-то съездить В принципе, не будет никаких проблем Но все равно ощущение какой-то, не знаю, разрухи, бедности Не оставляет тебя И, конечно, вот первые дни меня это очень сильно смущало Ну, все-таки согласитесь Приехать в страну, где довольно высокий уровень бедности Перенаселение Ну, вообще хватает своих проблем В конце концов, военное положение уже больше 30 лет В общем, немного это меня напрягало Но потом я понял, почему все-таки не стоит париться на эту тему Потому что, ну, во-первых, их никто со стороны не заставлял делать эти туристические зоны Они сами прекрасно понимают, что это их возможность заработать на природе На том факте, что у них есть выход к очень классному Красному морю Которое очень теплое И здесь, в принципе, благодаря чему круглый год сезон Ну, и второе, то, что ни в коем случае нельзя осуждать Египет И вот конкретно курорты Красного моря Это то, что Египет дает большую-большую свободу людям И даже вот теперь это еще тщательнее ощущается Свободу выбора отдыха Это такой, знаете, супермаркет отдыха То есть ты реально можешь в течение недели-двух За очень скромные деньги отдохнуть Но если тебе нужен прям супер-сервис Ты можешь отдохнуть и в прекрасных, крутых условиях С чистейшими пляжами Без там зазывал, без втюхивателей Всяких разных туров и всего Да, то есть, в принципе, такая возможность тоже есть Она стоит дороже просто Вот, ну и вообще сам тот факт То, что мы выбирали отель достаточно Хотелось выбрать поновее, да Это вообще я себя словил на мысли Когда начал только выбирать отели Что мне хотелось отель поновее Потому что эта зона уже туристическая Она работает довольно давно Это значит, что отелей вообще хватает И они, скорее всего, довольно старые И из-за того, что сезон круглый год Вряд ли какой-то отель закрывается там на месяц На реновацию Нет, они фигачат круглый год И у них как бы все хорошо поэтому Вот Мы выбрали Titanic Royal Это такой, как я тоже позже выяснил Это отель, который подвергся переделке Перестройке И уже полтора года он работает уже после переоткрытия Вот здесь довольно качественные Качественные номера Неплохая еда Очень много бассейнов И, в принципе, мне очень нравится То, как здесь выглядит пляж Потому что, в принципе, сейчас народу немного И это тоже очень хорошо Потому что никто не толпится Нигде никаких очередей нет Лежаки новые Все классно И вообще, как я понял Ну, кто-то, если услышит Что вы за неделю отдыха в Египте Заплатили 650 баксов вместе с перелетом Что-то типа много Не знаю Мне, по крайней мере Есть ощущение Что вот оно того стоило Особенно, если учесть Если отнять перелет Если отнять Отнять все Проценты и надбавки От туристических компаний В общем, это Там, собственно, отелю Самому, наверное, остаются Какие-то копейки Вот И поэтому У меня есть ощущение Что, как бы Заплатили мы нормально Но Мне не с чем сравнивать Конечно Я не был в других отелях И не могу побывать Даже в других отелях Потому что Ну Не пускают По правилам Собственно, размещения Никого постороннего Не могут пустить Посмотреть, как там Живет Поэтому Какие-то сравнения Делать я не могу Но Вы знаете Даже По отзывам Даже по Каким-то Впечатлениям Моих друзей Очень все по-разному И все, конечно Зависит от деталей Потому что Там Где-то уборка Там Лучше, хуже Где-то Сантехника Отвратительная Где-то Лучше анимация Где-то лучше Шведский стол В общем Все Все очень По-разному Но Не знаю У меня есть ощущение Что Мы заплатили Довольно честную Цену За наш отельчик И вообще Даже за возможность Побывать В другой стране В такое Довольно сложное И непростое Ковидное время Вот Конечно Отдельно Стоит еще Отметить То, как То, как Как здесь Устроен сервис И вообще Насколько здесь Любят туристов Для того, чтобы Улучшить свой Средний чек Турфирма Занимается Продажей Различных Туристических Экскурсий У веселух Движух Короче Целый 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 Такой каталог У них есть И этот каталог С определенной Скидкой Которая доступна Только в первый день Далее Все не будет Так хорошо стоить Как бы Я к этому был Внутренне готов Хотелось Так как дней Немного Хотелось Небольшой Загрузки Хотя я вот Даже краем Так вот Краем мозгом Не очень Хотелось гонять Конечно В Каир Но Я думаю Что может быть В следующий раз Вот Потому что Из Хургады В Каир Поездка занимает Целый день Без преувеличения Это От Выезд В районе Час ночи И возвращение Около Полдвенадцатого Вечера Этого Этого же дня То есть Целый день Едешь на автобусе А можно конечно На самолете Но это стоит Там сразу Икс три То есть Если на автобусе 80 баксов Стоила поездка У нас В первый день Со скидкой 40 баксов То на самолете Такая поездка Стоит 350 Я не знаю Вообще Сделают они Сейчас Получается ли У них Собрать Такую группу Ну Я думаю Что если Отелей Дофига То Группу Такую Собрать Вообще Не проблема Вот Мы выбрали Бесплатную Обзорную Экскурсию По Хургаде Конечно же Сразу Были вопросы Как же Они Добились Того Что это Экскурсия Бесплатная Но об этом Я немного Позже Расскажу И взяли Очень Такой Интересный Как нам Показалось Курс Клеопатра Плюс Такие СПА Услуги Массаж Сауна Джакузи Там Что-то Скраб Какой-то Там Кокосовое Оборачивание В общем Ну Тоже Интересно И еще Взяли Такое Сафари Три в одном Верблюды Квадроциклы И Баги Все Стоит Соответственно Экскурсия Бесплатная Клеопатра Стоит 40 баксов С человека И Сафари 35 Деньги Вроде бы Немалые Но Там Движуха Обещалась Быть Многочасовая Поэтому Ну Как бы Почему Нет Ну И С другой стороны Если бы не было Возможности Наверное Не поехали Поэтому Мы Решили Потратить Вот Таким Образом Деньги И Конечно Самое Веселое Это Была Бесплатная Экскурсия Которая К чести Экскурсовода Была На русском Все Все Классно Нам Рассказали Там Немножечко О Хургаде Провезли На автобусе С кондишеном По Городу Показали Там Мечеть Показали Такую Довольно Потешную Выставку Показали Довольно Интересную Довольно Интересную Набережную Такую Потешную Да Там Сделали Специально Для туристов Куда не могут Попасть Местные Которые Не вышли Лицом В общем Такое Все Было Обо Все И ни о чем Вот То есть Ни каких-то Там Туристических Интересных Примечательных Мест Но как Потом Оказалось Что их На самом деле По сути И нет Потому что Сюда Едут Конкретно Отмокать В море Мало Кого Здесь Интересуют Большие Какие-то Туристические Программы В основном Ездят По всяким Древностям Которые Вот Вокруг И Последним Последней Точкой И предпоследней Это было Посещение Собственно Как мы поняли Спонсоров Нашего Бесплатного Бесплатного Экскурсионного Путешествия И приключения Значит Перед последней Точкой Это был Магазин Масел Всяких Таких Интересных И там Нужно было Ну как В принципе Можно было Ничего не покупать Но Там так Активно И хорошо Продавали Что мы Тоже Что-то Там Купили Какие-то Чаев Масел И Даже Купили Специальное Такое Масло Косметическое Которое Можно наносить На кожу И будешь Хорошо Пахнуть И Еще У нас Последняя Точка Это был Такой Магазин Который Напоминает Немножечко Такой Продовольственный Из Двухэтажный Но он Наполнен Вообще Всем подряд Всякими Побрякушками Такими Чисто Туристическими Я уверен Что Конечно Там Ценник Х2 Х5 От Обычного Но Вообще Чтобы Понимать Наверное В Египте Точнее В Хургаде Туристу Очень сложно Попасть В какие-то Нетуристические Места Потому что Даже 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 Он Туда Попадет Скорее Сего С Нем Попытаются Драть По Туристически Да Вот Ну Собственно Стало Понятно Почему Эскурсия Бесплатная Автобус Закупился В итоге Я думаю Так На Несколько Штук Баксов Короче Всем Хорошо И Тестуру Хорошо И Хорошо Компании Которая Продает Эти масла Значит И магазинчику Который Побрякушками Этими всеми Занимается В общем Такая Вот Такое Развлечение В принципе Особо Оно Не насторожило Нас И на следующий День Мы попали В Программу Клеопатра Плюс Клеопатра Плюс Это Такой Как оказалось Это Поездка В Такой Полузаброшенный Хурган Хурганский Универмаг Где На втором Этаже Находилась Почему-то Турецкая Баня Несмотря на то Что мы Были в Египте Да Баня Турецкая И Я думаю Это такое Тоже Чисто Туристическое Место Потому что Туда Без проблем Пускают И женщины Мужчины Всех Вместе Вот Несмотря на то Что довольно Суровые Здесь Нравы Мусульманской Стране Но Вот Там Это Сделано И я так понял Что Да Это Такая Вот Такое Туристическое Классное Разводилово Ну Меня Мужик Абдула Натер Мочалкой От Которая Пахла Потом Мужским Конечно Это было Очень приятно Но Затем Меня Покрыли Такой Пеной Из Каких-то Наволочек И Далее Всего Выкачали В Кокосовой Стружки В общем Развлекуха Тоже Очень Классная Очень Ну Так Весело Хорошо Полежал я Вместе с Юлей Так Рядышком Минут 10-15 Далее Нас Припроводили В Джакузи И После Джакузи Был 40-минутный Массаж Массаж Был Конечно На славу Абдула Мне так Все Намял Что У меня До сих пор Еще болит Немножечко Плечи Болят И Ну Короче Поработал Он руками Очень хорошо Но опять-таки Я осознаю Что вообще Довольно Безответственно Без Каких-либо Документов Без каких-либо Значит Возможности Хоть что-то Сделать Доверяться Какому-то Незнакомому Египтянину Ну Окей Неважно Это было Как минимум Интересный опыт В общем Ну Дворякое Ощущение Оставил От себя Этот Спа-центр Я С большим Удовольствием Развелся Еще на 10 баксов За то Чтобы заплатить За фотографии Которые мне Значит Сделал Фотограф Во время того Как мы проходили Совместные процедуры Он бегал И снимал Конечно Криво-косо Ну Неважно Мне было Настолько Кайфово И весело Вообще Все это Получить Я подумал Боже Да ладно Вот тебе 10 баксов Наслаждайся И Следующая развлекуха Это была Мини-сафари Тоже недалеко от нашего отеля Буквально там 10 минут езды на машине И попадаешь В такой Специальный центр Который Как я понял Такая целая деревня Которая Как раз Занимается Вообще Это их промысел Сафари Там несколько Вот этих автопарков Которые Держат Вот этот вот Бизнес И там Много этих Квадроциклов Баги Прочих Джипов В общем Это интересная Штука Попытаться Посмотреть Не совсем Таким Туристическим Заглядом На то Как это устроено В общем Тест-тур Поставляет И различные Турфирмы Поставляют Им Туристов Которых Они там Катают Что из себя Представляет Вообще Катание Катание Себя Представляет Такой Очень Быстрый Мастер-класс По тому Как собственно Ездить Второе Вы садитесь И едете Группой Один за одним Без какого-то Веселья И скакания По склонам То есть Все довольно Безопасно Вы едете Где-то Минут Пятнадцать В одну сторону И минут Пятнадцать В другую сторону По пустыне И это действительно Мне понравилось Это было Такое Интересное Ощущение Потому что Ты замотан В В арафатку В шлеме На таком Интересном Классном Едешь Такой Квадрик Хоть и добитый Но прям Чувствуется Что он Достаточно Мощный Вот Это жара Это пылюка Этот Запах Бензина Выхлопных Газов Короче Такое Ощущение Очень здоровское Прогулка И такой Круг почета В там 300-400 метров На баге Вообще Ни о чем Такое Очень Все Страшно Разрушенное Разбитое Нам попался Такой транспорт Что было Не очень приятно На нем ездить И Как бы Изюминка На На торте Это было Посещение Бедуинов Я почему-то Думал Что Ну Раз Все такое Довольно Условное Да Ну там Собственно Полчаса На квадроциклах На Баге Буквально Там Пять минут То И К Бедуинам Мы поедем Тоже Потешным И С одной стороны Я очень Угадал Но И не угадал Потому что К Бедуинам Оказалось Ехать Довольно Долго Где-то Около 20 минут В одну Сторону По Даже Нельзя Назвать Это Дорогой Это Было Скорее Направление В сторону Гор Фигач Нас Вез Старенький Такой Разбитенький Ленд Крузер Мы Слушали Африканскую Музыку В общем Это Была Интересная Штука Правда Конечно Утомляет И Нас В итоге Привезли В Такой На самом деле Потешный Центр Который Сделали Специально Для Который Сделали Специально Для Туристов То есть Там Видно Что Там Устраиваются Различные Шоу Там Делают Всякие Разные Там Выступления Пьют Чай Ну И Собственно Даже Не Бедуин Нам Что-то Рассказывал Рассказывал Наш Гид Которого К его Чести Я не помню Как его зовут Вообще Здесь У меня Большая Проблема С именами С именами Кстати Это Вообще Тоже Интересная Штука Так Как Большая Проблема С именами У всех Видимо Поэтому У обслуживающего Персонала Здесь Вместе С именем На бейджике Пишется Номер Вот так Мы Слушали О том Кто такие Бедуины Потом Нам Принесли Такой Сладкий Сладкий Черный Чай Почему-то Которые Пытались Как-то Подать Что это Вообще Медуинская Какая-то Тема Не знаю Вряд ли Скорее Сего Тоже Был Какой-то Обычный Чай И Дальше Отвели К Поинту На котором Были Припаркованы Эти Были Припаркованы Верблюды И Мы Прокатились Буквально 30 метров В одну сторону 30 метров В другую сторону И Заплатили По баксу Бедуинам Которые Нас Собственно И Катали И поехали Назад Ну в общем-то Вот И все Сафари Ну Стоит ли это Того Или не стоит Ну Не знаю Наверное Стоит Все в итоге Заработали Бедуины Фирма Тест-тур Заработала Мы Получили Интересные Ощущения Отдыхали Вчера Целый Вечер После Этой Тряски После Этого Невероятного Такого Трипа Про Отель Еще могу Сказать То Что Здесь Интересная Придуманная Штука С Ресторанами А Ла Карте Как тут Любят Говорить Короче Там Есть Меню Ничего Платить Не надо Но В эти Пять Ресторанов Ты можешь Сходить Во время Посещения Отеля Каждый Бесплатно В общем Мне понравилось Вчера был Итальянский Ресторан До этого Мы успели Сходить Монгольский Гриль Это тоже Было Ну Вкусно Да Греческий Ресторан Не очень Зашел Вот Ну В целом В целом Впечатления Такие Довольно Яркие Самое Классное Что Здесь Конечно Море Море Офигенное И за море Здесь можно Простить Очень многие Косяки Море Конкретно В нашем Отеле Здесь Оно Подходит Оно Довольно Неглубокое Чтобы Там Дойти До Глубины Где тебе Там По грудь Нужно Наверное Ити Метров Триста Но С другой Стороны Это Очень Хорошо Для детей Да И для Взрослых Потому Что Ну Поплавать Можно И в бассейне А в море Хочется Просто Плескаться Наслаждаться Его Теплотой И действительно Такого Теплого Моря Я никогда Не Встречал В своей Жизни Море Просто Было Пару Дней Как Парное Молоко Вода Была Очень 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 Классной В общем Такие Пока Впечатления Сегодня Завершается Шестой День Завтра Последний День И мы Попремся Уже Домой Вот В принципе Семь дней Как раз Достаточно Как нам Показалось Время Чтобы здесь Отдохнуть Вдвоем Может если Кто-то с детьми Хочется и побольше Понежиться Побыть Как-то со всем Чтобы отвыкнуть Но Уже хочется Обратно Домой Заниматься Делами И Капремонтом Кстати Капремонт Это вообще Такая Тема Очень Интересная Которая Нас Внуждает Изменить Собственно Свой Немножечко Подход К Жизни Свой Немножечко Немножечко Свой Немножечко